Привет дорогие друзья, я написал в телеграме, бюро добрых дел продолжает работать и мы передаем не продуктами, не какими-то там, не вещами, да грубо говоря, а четко деньгами. Я в телеграм пишу, рассказываю кому мы помогаем, да. До этого писал сейчас переселенцы из Изюма, там девушка потерявшая здоровье, всерьез потерявшая, переселенки из Луганской области, двум семьями села Запорожской области. Они практически все потеряли, многодетная мама переехавшая в Россию, получены запросы о тонкобольной, это беженцы из Салтовки с ребенком, женщина приехала, ну она переселенка и там уже обнаружила, что рак, большая проблема, их сейчас отправили в Киев на лечение. От учительницы из Киевской области, у которой сгорел дом, переселенцы из Бахмута попросили помощи и так далее, из Донецкой области масса. Скоро всем поможем, написал я и спросил, если бы собирали на пулеметы или на ножи, которые особо быстро перерезают глотку, насколько больше бы получилось, в 10 раз, в 100 или в 1000. Перед вами сейчас история, ну я даже не знаю, это не то, что история, вы наверняка читали, что при обстреле в Донецке погибла преподаватель и ее внучка. Девочка хотела стать балериной, она стала балериной, она была уже очень талантливой балериной и буквально через несколько дней она должна была уехать из Донецка. Ну и абсолютно понятно, что никакими деньгами, ну даже глупо говорить, тем не менее мы будем продолжать это делать и продолжать помогать семьям, которые потеряли родных, которые потеряли все, которые потеряли родину, которые потеряли здоровье и так далее. Всем спасибо, кто присоединяется, вы реально красавцы. Пока. 14, ой, 4 августа на блеваре Пушкина, вот, моя жена вместе с внучкой шли по, так сказать, делам балета. Она занимается в балете, там, ну и надо было там кое-какие вопросы решить в балете. Ну, меня, я их подвез, меня не пустили, там ГАИ стояло, было все оцеплено, я их высадил на Театровном проспекте, они пошли вдвоем. Ну, а что было дальше, я не знаю, просто когда пролетело, я побежал туда, нашел их уже все. Двенадцать лет, Екатерина Кутубаева. Они, наверное, встретили, я конкретно не знаю, но погибла еще и учительница, они втроем. Я как раз прибежал, когда снаряд между ними, похоже, разорвался, то есть учительница вот здесь лежала, жена здесь, а Катя здесь. Вот так, патриотик. А в нескольких балетах было задействовано, очень перспективно было. И Йорк Цискоридзе пригласили, в принципе, они и шли поговорить о том, что, о продолжении учебы в Санкт-Петербурге, в Академии Иванова. То есть здесь прекратилась учеба, и пришел положительный ответ. Они 25 августа должны были ехать туда. И они шли, так сказать, решить, ну, утрясти вопросы организационные, и все. Это, скорее всего, что там они встретили преподавателя, они дошли возле пирамиды. В «Щелкунчике» она в «Восточном», в последнем «Щелкунчике» она соль, ну, пациенту танцевала, не сбоку, а пациенту. Она в пяти, кажется, спектаклях была задействована уже. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это она нарисовала всей нашей семьи. Сказала, что в этом доме будет место всем. Кажется, ну, окошки даже. Кажется. Кажется. Субтитры сделал DimaTorzok